В течение 12 апреля на территории Чехословакии, северо-восточнее и севернее Братиславы Войска 2-го Украинского фронта с боями заняли город и железнодорожную станцию Скалица и более 30 других населенных пунктов, в том числе Тренч-Тепло, Опатова, Голич. В Вене войска 3-го Украинского фронта ввели уличные бои в городском районе, расположенном между Дунайским каналом и рекой Дунай, где заняли более 60 кварталов. Западнее и юго-западнее города Сомбатель войска фронта, продолжая наступление, заняли на территории Австрии город Гюсинг и более 40 других населенных пунктов, в том числе Маркт-Алау, Олбендорф, Штейнграбен, Эльтендорф. 9 и 10 апреля авиация Краснознаменного Балтийского флота наносила удары по военным кораблям и транспортам немцев в порту Пилау и в открытом море северо-западнее Пилау. В результате этих ударов потоплены 2 немецких миноносца, 2 сторожевых корабля, 10 транспортов общим водоизмещением в 60 тысяч тонн и 1 танкер водоизмещением в 2 тысячи тонн. Кроме того, прямым попаданием бомб повреждены 1 миноносец, 1 сторожевой корабль и 7 транспортов противника. Северо-восточнее и севернее Братиславы. Наши войска продолжали наступление. Противник построил в полосе гор Били-Карпаты инженерные заграждения, много дзотов и оказывает упорное сопротивление. Советские части, действующие в трудных условиях горно-лесистой местности, настойчиво продвигаются вперед. Наши подразделения прорываются в тылы немцев и внезапными ударами дезорганизуют их оборону. Занято несколько горных селений, превращенных гитлеровцами в опорные пункты. Советские пехотинцы, наступающие вдоль восточного берега реки Марава, стремительной атакой заняли крупный населенный пункт Голич. Развивая успех, наши бойцы продвинулись вперед на 5 километров и выбили немцев из чехословацкого города Скалица. Захвачены пленные и трофеи. Северо-восточные Вены. Войска 2-го Украинского фронта с боями продвигались вперед. Немцы ввели в бой еще одну танковую дивизию. Крупные силы пехоты и неоднократными контратаками пытаются не допустить выхода наших частей в тылы своей венской группировки. Преодолевая упорное сопротивление противника, наши войска овладели железнодорожной станцией Эбисбрун и перерезали железную и шоссейную дорогу Вена-Брно. Таким образом, в расположении немецких войск, действующих в районе Вены, осталась одна железная дорога, идущая вдоль северного берега Дуная на северо-запад. Дорога обстреливается советскими артиллеристами, вышедшими на южный берег Дуная с северо-западней австрийской столицы. Отбивая вражеские контратаки, войска фронта сожгли и подбили 40 танков и самоходных орудий и 18 бронетранспортеров противника. Взято в плен более 500 немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи, в числе которых 4 самолета и 250 железнодорожных вагонов с военными грузами. Захвачены трофеи Захвачены трофеи, в числе которых 4 самолета и северо-западней австрийской столицы.